Добрый день! Это видео дополнение к статье об управлении бесколлекторным двигателем постоянного тока с помощью микроконтроллера STM32. Это плата контроллера STM32F103. Обороты двигателя регулируются потенциометром. Контроллер формирует 6 выходных сигналов для 6 ключей, которые подаются на драйвера ключей. Сам блок ключей с драйверами я взял с прошлых проектов. Это тестовая плата делалась много лет назад, можно сказать в прошлой жизни, специально для экспериментов. Вот пригодилась снова. Питание двигателя 12 вольт от аккумулятора подается на блок ключей. Питание самого микроконтроллера сделано отдельно, но это вопрос реализации можно сделать и от одного источника. Далее к блоку ключей подключен двигатель. Двигатель может быть любой, который потянут ключи. Эта плата спокойно крутит 500 ватное велоколесо, но для наглядной демонстрации я подключил такое открытый двигатель. На двигателе установлены датчики HOLO. Этот двигатель от привода в флапе дисков, датчиков тут изначально не было. Я их установил специально для экспериментов. Датчики SS41. Сигналы от датчиков HOLO идут на входы микроконтроллера. На этой плате схема обвязки датчиков. Все элементы снизу их не видно. Еще есть сигнал для отключения сигналов, которые подаются на ключи в случае превышения допустимого тока. Но в этом примере я датчик тока не задействовал и этот сигнал, это вход таймера TIM1 BKIN, просто подключен к плюс 3,3 вольт. Этот пример больше относится к программированию микроконтроллеров STM32, нежели непосредственно к электроприводу, бесколлекторным двигателям и конкретной реализации регулятора. Поэтому извините за отсутствие принципиальной схемы. Подразумевается, что если вы озадачились разработкой программы для микроконтроллера, то схема и представление, какая она должна быть у вас уже есть. Ссылки на материалы о бесколлекторных двигателях и статьи можно найти в самой статье. Давайте посмотрим, как это работает. Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока с датчиками холла это достаточно простая задача. Ничего сложного здесь нет. Думаю, в одной из следующих статьях рассмотрим управление этим же двигателем на этой же схеме, но как PMSM, то есть как синхронной машины с постоянными магнитами. И посмотрим, что получится. Думаю, результат будет интересный. Всем успехов!